Что сейчас происходит в регионе узнаем вместе. Ирина Кожина в студии. Желаю всем доброго дня и расскажу о главных темах. Условный срок получил владелец одной из строительных фирм. Что смутило стражей порядка и возмещен ли ущерб? Рентген-комплекс в 7-й больнице Архангельска. Узнаем, какова стоимость и за счет чего случилось обновление. Школа в селе Вознесения встречает 180-летие. С теми, кто несет свет знаний, разным поколениям жителей общались мои коллеги. Вынесен приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Фигурантом стал руководитель строительной компании «Белый дом» фермы-велостроительства детсада в поселке Каменка. Обвиняемый дал указание построить на территории вместо предусмотренных беседок веранд пять более дешевых теневых навесов меньшего размера. И сертификация их не проводилась. В последующем бизнесмен организовал подписание необходимых документов, что позволило ему путем обмана завладеть крупной суммой. В ходе совместной работы сотрудники областных структур, ФСБ, МВД и Следственного комитета установили, что управляющий коммерческой организацией заключил муниципальный контракт на строительство детского сада. В последующем обвиняемый не исполнил предусмотренные контрактом обязательства и похитил около пяти миллионов рублей, выделенных в рамках реализации национального проекта «Демография» и государственной программы развития образования и науки Архангельской области. Обвиняемый возместил ущерб в полном объеме. Судом ему назначено три года условно с испытательным сроком три года. Приговор суда в законную силу не вступил. В селе Вознесение, что на острове недалеко от Архангельска, когда-то кипела довольно бурная жизнь. Там был совхоз, работал санаторий и магнитная ионосферная обсерватория. В то время их не пощадило, зато оно не тронуло главный центр общественной жизни – школу. В этом году она отмечает свое 180-летие. С теми, кто несет свет знаний, разным поколениям жителей Вознесения познакомился Алексей Карельский. О чем мы говорили на прошлом логике? Солнственные и нарезательные имена сошли. Хорошо, молодец. Учитель начальных классов Светланы Карельская – Цезарь от образования. Умеет делать несколько дел одновременно. Сегодня у нее двойной урок русского языка. Педагог дает знания и второклассникам, и четвероклассникам. И пусть вас не смущает их количество. В Вознесенской средней школе на 8 учителей – 19 ребят. Плюс это от того, что более индивидуальная работа с каждым учеником. Ну а минусы в том, что, конечно, ребятам сложнее, что два класса сидит вместе. И когда в одном, например, контрольное, то в другом. Мне нужен такой материал, чтобы они не шумели. Когда-то за этими партами сидело несколько сотен учеников. Но постоянный отток населения делает свое дело. Вот и Вознесенская школа, выполняющая заодно и функции детского сада, стала лишь филиалом Ластальской, что на соседнем острове. Впрочем, те немногие, что обучаются в ней сегодня, не особо переживают из-за ее малокомплектности. Если у нас было бы много учеников, учителям было бы сложнее, мне кажется. А тут с каждым можно индивидуально позаниматься, подобрать свои задания. Всех уважают, любят, и все дружные ребята. Ну, мы часто въезжаем на разные соревнования, также участвуем в разных конкурсах, музеях, например, или в олимпиадах различных участвуем. Не просто участвуют, но и побеждают. Более половины ребят учатся на 4 и 5. В том году школа выпустила золотую медалистку. Школа живет именно ими, детьми, их интересами, их заботами. Особенно хочется отметить, что в школе работает творческий, педагогический коллектив. Трое из выпускников нашей школы вернулись сюда и работают учителями. Одна из них – руководитель школьного музея Ольга Пономарева. Закончила школу я в 1989 году и в 1991 пришла в свою родную школу работать учителем физики и математики. Музей в нашей школе мы создали в 2010 году. Наш музей состоит из четырех разделов. Это история школы, школа советского периода, память и мы творим историю. У нас величайшая история. В этом году мы будем отмечать 180 лет нашей школе за рождение образования. И гордимся, конечно же, нашими выпускниками. Вознесенская средняя школа дала путевку в жизнь тысячам представителей самых разных профессий. Врачам, педагогам, юристам, предпринимателям, спортсменам. И в канун своего юбилея она надеется, что птенцы, когда-то выпорхнувшие во взрослую жизнь из этой образовательной кормушки, залетят на праздник в родную школу. Своё 180-летие она отметит 3 марта. Алексей Карельский, Ольга Красулина, Регион 29. Стоимость более 15 миллионов рублей. Новый рентгенаппарат установлен в 7-й больнице Архангельска. Это еще один результат той работы, что ведется по программе модернизация первичного звена здравоохранения. Старый пленочный рентгенаппарат в 7-й клинической больнице был установлен в 2011 году. За десяток лет он исчерпал свой ресурс, поэтому установка нового оборудования не заставила себя ждать. Главные достоинства – высокие скорости, точность работы – обеспечат безопасность пациентам и удобство лаборантам. У нас высвобождается определенное время и уменьшается нагрузка на рентген лаборантов. Это достаточно удобно, поскольку не надо проявлять пленку. Как вы слышали, дистанционно рентген лаборант может настроить, сделать снимок, и дальше уже врачи-рентгенологи буквально сразу его могут описать. А еще снимки, сделанные на новом оборудовании, будут загружаться в Центральный архив медицинских изображений. Необходимость иметь документы при себе, как и риски их потерять, теперь нивелированы. При необходимости специалисты получат их из общей базы. Аппарат понятен нам, абсолютно удобен. Коллеги из других субъектов по аналогии с нами, либо по собственной инициативе, такие же аппараты берут. И в целом мы видим, что выстраивается определенный стандарт оказания помощи и стандарт обследования пациентов на амбулаторном этапе, поскольку этот аппарат будет работать не только на амбулаторный этап, но и на стационарный этап. Мы думаем, что в целом он закроет все потребности учреждения именно в рентгенодиагностике. Стоимость нового оборудования более 15 миллионов рублей. Подобные аппараты установлены в девяти больницах и поликлиниках Поморья. Все это по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Виктория Воронцова, Светлана Михеевская, Регион 29. Это все, о чем успеваем рассказать к этому часу. Итоги дня, как всегда, в 19 ровно. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова